Диплом и медаль лучшей школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, как признание заслуг педагогического коллектива и успехов учеников. На всероссийском конкурсе директор интерната обобщила работу своих сотрудников за несколько лет и представила жюри дипломы воспитанников, которые активно участвуют в различных конкурсах. Наш опыт, опыт школ, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья, оказался полезным тем, кто только начинает работать с такими детками в рамках инклюзивного образования. Завершился конкурс с Российским педагогическим съездом. В рамках этого форума педагоги получили возможность обменяться опытом с коллегами из разных регионов страны, перенять новаторские идеи обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Первый день у нас состоялась конференция, во второй день у нас были выездные мероприятия в образовательной организации Санкт-Петербурга, затем проводилась работа круглых столов и мастер-классы также. Ольга Воронина считает, что высокая награда не повод почивать на лаврах. Звание лучшей школы досталось благодаря ежедневному труду всего коллектива. Профессионализм учителей, талантам учеников. Каждая из них вкладывает частичку своих знаний и умений в общее дело. Мы будем стараться участвовать в конкурсах, развиваться дальше. Также будем обеспечивать нашим детям доступное, качественное, вариативное образование в условиях комфортной и безопасной образовательной среды. А это значит, что учителя будут работать над новыми педагогическими программами, которые позволят проявить творческие способности своих подопечных, улучшат образовательный и воспитательный процесс для особенных детей. Для Нагридского Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.